Сегодня утром просматривалась свежая газета. События в мире, культура, спорт. Вот есть проблемы населения, только человека не хватает. Довольно давно никто не говорил о наркомании. Да и правильно, это не свежак. Тема избита, как при новогоднем показе иронии судьбы. В то же время в России, чьей бедой всегда считался алкоголизм, в два раза больше людей умирают от наркотиков, чем от старой доброй водки. Не думаю, что замалчивание проблемы приведет к ее разрешению. Пришло время выяснить, как сейчас в нашей стране борются с наркоманией. Я даже не знал, что такое наркомания. У нас даже понятия такого не было. Хотя мне было 18, там 20 лет. Я думаю, что вся дурь идет из Афганистана и расходится по многим другим странам. Правительство не справляется даже с отдельными людьми. Им стоит быть жестче. В принципе, очень много стальной рекламы различной по телевизору ведется. А в принципе, я таких уж, что по отлавливанию рейдов наркоманов, я не видела. Однажды столкнулся с такой ситуацией. Я был в ночном клубе. И когда в 4 часа утра туда зашли, мне, на мой взгляд, это был просто террористический захват. То есть люди в форме, люди в масках, люди с автоматами начинали срочно всех разгонять, требовать документы, обыскивать сумки. То есть борьба ведется. Только в каких целях она ведется? Вот, скорее всего, на мой взгляд, не всегда борются именно с наркотиками. Иногда просто борются с заведениями, с какими-то. Вот насколько хорошо у нас сейчас с наркоманией борются? Ну... Врач Вероника Готлип каждый месяц встречает несколько десятков наркоманов. И это только дети от 7 лет. Уже многие годы у нее такая работа. Так что она знает наркоманию в буквальном смысле в лицо. Паранцовая наркомания. Классический вариант ширины зрачка, который всегда является таким хрестоматийным. Довольно легко корректируется с помощью различных сосудосуживающих и прочих других глазных кабель. То есть люди идут на ухищение, что было остаться незамеченным. Существует множество статей под заголовком, как определить, что ваш ребенок принимает наркотики. Врачи говорят о каких-то внешних признаках. Но если подумать, как отличить наркомана, идущего за новой дозой, от человека, вышедшего в 5 утра на пробежку. Субтитры создавал DimaTorzok Студент Женя знает толк в стимулирующих веществах. Чтобы продержаться до конца вечеринки, каждый раз нужен допинг. То, что он употребляет, объявлено вне закона. В стране и в законе у него дома. Экстазиан, фитамин. Иногда пил мед. Три месяца сидел на спидах. О борьбе с наркоманией в нашей стране Женя отзывается скептически. Ему ли не знать? Он живет в двух шагах от окружного здания госнаркоконтроля. Я! Интересно, какие-то более крупные дельцы. Если они делают для галочки, то они могут опуститься до нашего уровня. Сами контролеры тоже не стремятся к известности. Выдает только табличка с адресом. Адрес можно найти на официальном сайте федеральной структуры. Я думаю, нас стоит ввести яголайз на легкие наркотики, так как правительство само их продает. Почему не делать это в открытой? Снимать это налоги. Видите, деньги уже пускать на борьбу с чем-то более тяжелым. Пусть нам разрешатку и травку, и мы будем бороться против героина. Субтитры сделал DimaTorzok